Слава Богу, дорогие друзья, мы сегодня как напоены водой в сад, очень много слышали и прославляли Господа в молитве и в пении. Я думаю, мы еще сейчас обратимся к Слову Божьему и помолимся, потому что Господь наш, Он всегда имеет для нас обилие благословений намного больше, чем мы можем себе представить. Очень часто мы ожидаем малого, поэтому и получаем как бы соответственно с нашим ожиданием, но когда мы расширяем наше сердце, когда мы просим больше, когда мы ищем Господа, тогда Он нам дает больше. Это такой духовный закон. Я хотел бы посмотреть несколько буквально примеров со Священного Писания, и мы тогда помолимся. В Луки 8 главе записана история о том, как у одного человека, довольно известного человека, Иаира, он был начальник синагоги, у него произошла беда, у него заболела дочь, 12 лет, которая была, и она была при смерти написана. И вот написано, что этот человек, будучи таким в большом звании начальником синагоги, он пришел и он пал к ногам Иисуса и начал умолять его, чтобы Иисус пришел к нему домой. И вы знаете, я думаю, что в доме этого начальника синагоги было очень много важных гостей не раз. Я думаю, туда приходили и учителя закона, я думаю, туда приходили какие-то, может быть, фарисеи, книжники, ну, саддукеи, не знаю, кто еще, может быть, даже и священники, так как он был начальником синагоги, он был известным человеком того города. Но Иисуса там не было в этом доме, Иисуса не было, и я думаю, что, наверное, Иисус бы туда и не зашел в этот дом, если бы не заболела его дочь. Ведь чтобы пригласить Иисуса, чтобы прийти и припасть к ногам его и молиться, и умолять о том, чтобы он зашел к нему в дом, должно было в жизни этого человека произойти что-то особое, что-то потрясающее. И вот это именно произошло с его дочерью. Вот именно так, когда дочь была при смерти, он бежит, он падает к ногам Иисуса и говорит, Иисус, а теперь я хочу, чтобы ты пришел ко мне в дом. Друзья, очень часто в жизни человека бывают такие моменты, когда Господь, Он хочет зайти в дом наш, Он хочет зайти в сердце наше, Он хочет зайти в церковь наше, Он хочет зайти в общество наше, Он хочет зайти в определенные круги нации, слоев населения. Он хочет туда зайти, но, возможно, не всегда Его там приглашают, ждут. И вот нередко бывает, что Господь допускает в жизни человека такие обстоятельства, после которых, когда они случаются, эти обстоятельства, человек бежит и зовет Иисуса. Вот так произошло с этим человеком. И написано, что когда он пришел к Иисусу, он позвал его, Иисус согласился, Иисус идет. Иисус идет, и дальше мы знаем историю. Другая женщина, которая страдала кровотечением уже долгое время, она также прикоснулась к Иисусу, и она как бы задержала Иисуса. То есть Иисус, направляясь к этому человеку, к Яиру, Он замедлил свой ход, Он остановился, и на некоторое время Он остался там разговаривать с этой женщиной. И вот приходят люди, когда они еще говорили, Иисус этой женщиной, написано 49 стих, когда Он еще, Иисус говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит Ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». «Дочь твоя умерла, не утруждай, не надоедай учителю, не доставляй ему каких-то еще особых трудностей, не мешай другими словами учителя, уже все окончилось, больше ничего не будет, не утруждай учителя». Друзья, в жизни человека бывают такие, возможно, моменты, которые безвыходные, кажется, враг шепчет, что ничего не получится, больше ничего не выйдет, это конец, все, дочь умерла, ничего не будет, не утруждай учителя, ну чего тебе утруждать учителя? И вот этот человек, он, получив от Господа вот это слово веры, не бойся только веру и увидишь славу Божью, он пошел дальше с Иисусом Христом и увидел вот эту великую славу Божью. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы в нашей жизни у нас была вот такая вот уверенность, такая настойчивость, такая молитва, которая люди, смотря на нас, они бы сказали, да ты слишком сильно Бога утруждаешь своей молитвой, да ты вот молишься, подвизаешься, ты настолько просишь, ответа нету, ответа нету, да и не будет этого ответа, о чем ты говоришь, о чем ты молишься, о чем ты вникаешь, как ты исследуешь, да не будет этого, не утруждай ты учителя, но Господь говорит, не бойся, только веруй, не утруждай учителя, а он продолжает утруждать, а он продолжает. И вы знаете, похожая история была, когда женщина, она, вот эта хананиянка, написано, что она шла, и она за Иисусом, за Иисусом и звала, и просила, и говорила, что дочь ее, она беснуется, а Иисус написано, не отвечал, не отвечал ее, не отвечал ей, и дошло до того, что ученики говорят, отпусти ты ее, потому что она, она надоела нам, отпусти, надоела нам. И вы знаете, Господь сказал, иди, ну там он рассказал притчу про хлеб и про детей, и эта женщина получила просимое. Вот Господь видел нужду, Господь видел нужду этой женщины, она шла и просила, она шла и просила, но Господь не отвечал, Господь не отвечал. А она продолжает просить и не отвечает, и он молчит. И вот ученики уже вступились, ученики, Господи, да она нам надоела, она просто нам надоела, отпустит ее, чтобы она нам не мешала. И Господь ответил на молитву этой женщине. Сколько вокруг нас подобных женщин-хананиянок? Сколько вокруг нас людей, у которых большие нужды? Сколько вокруг нас людей, которые очень долго в небо стучат и не получают ответа? Сколько вокруг нас таких больших нужд, которые из года в год и не приходит ответ? А может быть, Иисус ждет, когда поднимутся ученики, у которых нет этой проблемы. Может быть, Он ждет, пока поднимутся ученики и скажут, «Господи, отпусти ее! Господи, ответь ей! Господи, дай ей просимое!» Друзья, очень часто в нашей жизни мы можем проходить хорошее время, у нас может быть все хорошо в жизни. Вокруг могут быть люди, которые мучаются, страдают, которые ослабели, которые упали, у которых большие нужды. И Господь по какой-то причине не отвечает, но Господь ждет от каждого из нас, чтобы мы стали в пролом. Может быть, ученики, они даже неправильный мотив у них был. Может быть, у них не совсем правильное состояние сердца было. Они не переживали об этой женщине, она им просто надоела. Но сила молитвы церкви, братья и сестры, сила неотступности, сила, когда вот эти ученики Иисуса Христа, они сказали, «Господи, отпусти ее!» И Он изгнал этого беса из этой дочери. Друзья, что я хочу сегодня сказать? Я хочу сказать то, что мы своей молитвой, мы никогда не сможем утруждать Господа. Мы никогда не сможем надоест Ему. Мы никогда не сможем сделать так, что Он скажет, «Да я уже устал вас слушать». Мы никогда не сможем настолько достать Иисуса, Господа нашего, что Он отвернется от нас. Нет, даже наши молитвы могут быть с не совсем правильными мотивами. Даже наши молитвы могут быть с не совсем чистыми и искренними желаниями. Бог слышит и отвечает и совершает Свою славу. Я удивляюсь, смотря на это, Господи, насколько велика благодать Твоя, насколько велика любовь Твоя, насколько могуществен Ты, что эти ученики, не заботясь об этой женщине, не переживая о ней, они попросили Тебя, и Ты дал тот ответ, который не собирался ей давать. Если мы будем с правильными мотивами молиться, если мы будем с правильными мотивами искать Господа, если мы будем с искренним сердцем прибегать к Нему и просить, насколько больше Он будет нам давать, насколько больше Он будет отвечать нам, насколько быстрее Он будет отвечать нам, если мы будем к Господу приходить с искренним сердцем. Посмотрите на Даниила, он видит это видение, там один зверь, второй зверь, третий, четвертый. И написано, когда он смотрел, он говорит, увидел этот особый четвертый зверь, которого увидел. И он говорит, и тогда я пожелал точного объяснения об этом четвертом звере. И когда он это пожелал, когда он это захотел, написано, что ему было дано это объяснение и откровение об этом звере. Пророк Захария, также Господь показал ему видение, и вот он видит эту картину видения, смотрит на нее, и потом вот обратил внимание на какие-то вот эти две маслины, там что-то какое-то золото течет под трубочком, маслины эти стоят. И он обратил внимание и не понимает, что там. Он говорит, у этого человека, ангела, который там стоял, он говорит, а что это за эти две маслины, которые стоят? И написано, что ангел не ответил ему сразу. Он говорит, тогда вторично я стал говорить к нему, говорю, что это обозначают эти две маслины? И написано тогда этот ангел, он говорит, ты не знаешь, что они обозначают, я тебе объясню. Он начал ему объяснять, что они обозначают эти маслины. Вот это вот откровение, оно могло бы и не быть дано этому Захарии, И он мог бы так и увидеть эти маслины и не понять, к чему они и что они обозначают. Но вот это вот желание, вот эта просьба, вот эта молитва, которую он помолился или попросил, она произвела вот это большое дело, что он получил вот этот ответ. Я хотел бы призвать нас к молитве. Еще несколько моментов из Писания я хотел бы подчеркнуть для каждого из нас. Молитва. Мы очень часто, как написано, я даже зачитаю это место в Исаии, пророка и также в евреям, апостол Павел, он вспоминает это место, подчеркивает, в 35 главе Исаии написано «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет, придет отмщение, воздаяние Божье, Он придет и спасет вас». И дальше там перечисляются, что хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, пробьются воды в пустыне. И там, где было место шакалов, шакалы в пустыне живут, там будет расти тростник, там камыш будет, там будет много воды. Дальше вот это вот благословение, которое Господь прообразно описывает. Вот это ослабевшие руки. Нередко мы попадаем в такие ситуации, когда мы устаем, и все мужи Божьи уставали. Мы посмотрим на Илью пророка, который устал, да, и он шел до горы Божьей, Хариев, он утомился. Мы смотрим на Иеремию, который тоже утомился. Да и думаю, каждый из нас, мы в жизни проходим такие обстоятельства, когда руки могут ослабеть, когда колено могут дрожать. И вы знаете, когда колено дрожат, то сильно не побежишь. Может быть, присядешь, постоишь немножко, но ты не сможешь это поприще бежать, жизненно, бодро. Вот, и поэтому Господь призывает, чтобы мы укрепили ослабевшие руки и утвердили колено дрожащие. Господь говорит, робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, Он придет. И воздаяние Божие, Он услышит, Он ответит, Он даст победу. Господь, если ответил, когда был пророк Иона во чреве Китая, написано, что и помолился Иона из чрева Китая и сказал, из чрева преисподней возопил я, и ты услышал меня. Казалось бы, нету хуже ситуации, нету, ну все, пророк Божий потерял то, что имел, отступил от Господа, не повиновался, пошел против воли Божьей, получил наказание, оказался во чреве Китая. Но куда больше, куда больше поражения, все потерял, все духовное свое наследство. И вы знаете, вот Он возопил Господу, вот Он возопил Господу из чрева Кита, из преисподней. И написано, что Господь услышал его. Я хотел бы, чтобы мы ободрились, братья и сестры, чтобы мы ободрились до такой степени, чтобы мы, как эта женщина, которую мы слышали, как этот Иаир, как тот слепец в Артемии, которого его звали, который услышал, что Иисус идет и начал кричать. Господи, сын Давидов, помилуй меня. И написано, шедшие впереди заставляли его молчать, но Он тем больше кричал. Он тем больше кричал. Вот это состояние, состояние, когда мы ищем Господа, когда мы идем к Нему, какие бы у нас не были проблемы, какие бы не были обстоятельства, какая бы не была ситуация, когда руки опускаются, когда ноги дрожат, когда приходит вот эта потеря веры, потеря надежды, потеря вдохновения. Тогда Бог мало может сделать в жизни человека. Написано, и не совершил там чудес по неверию их. Но когда есть вера, когда есть вдохновение, когда есть уверенность, что Бог слышит мою молитву, когда есть вот эта вот жажда, когда есть это стремление, что Господь, Он услышит и Он ответит, тогда Бог начинает совершать чудеса. Написано, Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, мы читаем, Он сказал, что «если прибудете во мне и слова мои вас, то чего не пожелаете, просите и будет вам». Смотрите, Он не просто сказал, ну, чего не попросите и будет вам, но именно в этом месте Он подчеркнул, чего не пожелаете. Ведь просить можно по-разному. Просить можно и без желания. Просить можно так, по обряду, по традиции просить. Просить можно так, потому что теологически это правильно просить. Но, друзья дорогие, Он сказал, чего не пожелаете, а вот чего мы желаем, братья и сестры. Вот если у нас какое-то желание, как написано, муж желаний, Даниил, муж желаний, вот если у нас желание, желаем ли мы, просим ли мы желание, просим ли мы, есть ли у нас такое желание, которое Господь бы хотел исполнить. Смотрите, я хотел бы еще обратиться к книге Иисуса Навина, там написано про Халева, вот этот человек, которому было 40 лет, когда он ходил в эту землю, и написано, что он принес доброе слово, добрую весть об этой земле, и тогда Моисей, он пообещал ему, что то место, на котором ходила нога твоя, ступала, она будет принадлежать тебе. Прошло 45 лет, ему было 85 лет, и написано, он подходит к Иисусу Навину, и он говорит, вот как Господь, Он обещал мне, Он сохранил жизнь мою, я и теперь, как и в молодости, я силен, я имею эту бодрость, дай мне эту гору, хотя там и сыны инаковы живут, и города большие, укрепленные, может быть, Господь будет со мною, я прогоню их. И Иисус Навин благословил его, он пошел, и написано, взял эту гору. Посмотрите, это обетование, которое было дано ему, то есть Халев, он уже был на земле обетованной, Хананской земле, но он мог бы так и умереть на земле обетованной, но не на земле его обетований, да, то есть не на той земле, которую ему пообещал Моисей. Моисей, но он в свои 85 лет, у него была еще мечта, у него было еще желание, у него была еще цель, у него было еще вот это ведение, у него было вдохновение. Братья и сестры, есть ли у нас сегодня мечта, есть ли у нас сегодня сила, есть ли у нас сегодня вера, есть ли у нас сегодня вдохновение завоевывать новые территории духовные, да, Если у нас это вдохновение идти в борьбу духовную, если у нас вот это вдохновение расчищать вот это место для славы Божьей, если у нас в этом, ведь это не просто так, это же 85 лет уже можно отдыхать, уже навоевался, уже можно внуков нянчить, ведь можно расслабиться. Но здесь мы духовный смысл смотрим, здесь мы смотрим человека, который полон энергии, здесь мы смотрим на человека, который полон силы, здесь мы смотрим на человека, у которого колени не дрожат, руки не опустились, который имеет вдохновение совершать работу Божию, силу исполнять волю Божию и завоевывать то, для чего Господь ему определил. Вот какая у нас есть мечта, какое у нас есть вдохновение, какая у нас есть цель, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы задумались над этим, посмотрели, к чему мы стремимся, что преобладает в наших молитвах. Вот это очень важно, когда мы становимся на колени, когда мы молимся, когда мы ищем Господа, вот ищем ли мы Его с таким дерзновением, с такой силой. Господь, я не могу умереть, пока я не увижу славу Твою, я не могу умереть, пока вот эта гора не будет принадлежать Тебе, я не могу умереть, пока вот эта местность не будет расчищена, я не могу отойти к отцам своим, пока я не увижу движение Божьего Духа там, там и там. И может быть у нас много этих гор, много этих мест, на которые когда-то ступала нога наша, но они сегодня не принадлежат Господу. И Господь сегодня говорит, что ободрите руки ваши, поднимите руки ваши, укрепите колено дрожащее, укрепите руки ваши, потому что Господь с нами, Он сильный отвечает на наши молитвы. Господь с нами, Он силен действовать силой Святого Духа. И своими молитвами мы никогда не сможем утрудить Господа, мы никогда не сможем надоесть Ему, мы никогда не сможем заставить Его отвернуться от нас, потому что мы как бы надоели Ему, нет. Но Господь призывает нас, чтобы мы как церковь, как народ Божий, может быть кто-то уже в пожилых годах, может быть уже думает, что закончилось их хождение пред Господом. Но Господь говорит, посмотрите справа, посмотрите слева, посмотрите вокруг вас, сколько много территорий сегодня под поражением, сколько много территорий, на которых нету излияния еще Божьего Духа. Это сегодня наша территория, которую мы должны завоевать. Это сегодня наша задача вымаливать у Господа излияние Божьего Духа на это поколение, в котором мы живем. Это сегодня моя и твоя задача, брат и сестра дорогая, чтобы мы шли, как этот халев, на эту гору и прогоняли этих инаковых сынов с колесницами сильными. Чтобы мы взяли меч, слово, дух веры, дух молитвы, подвязания. И мы силою Божьего Духа, который живет в нас, который силен в нас, братья и сестры, для разрушения дел дьявола, который дал нам благодать и помазание Святого Духа, чтобы мы, имея это дерзновение, чтобы мы шли и разрушали дела дьявола, чтобы мы молитвами нашими тревожили небо, и чтобы сила Божья сходила. И Господь дал нам это обетование, потому что мы церковью, Бога больше нету на этой земле никого, кроме церкви, через которую Он может действовать. И Бог сегодня смотрит на меня и на тебя. Бог сегодня смотрит на свою церковь, которой Он дал множество обетований, которой Он дал очень много заданий, через которые Он хочет воплотить план свой на этой земле. И Он смотрит на эту церковь, и Он говорит, церковь, возьми это все оружие, наделись, набери эту веру, возьми это вдохновение от Меня, приблизься ко Мне, чтобы у тебя было это ведение от Меня, чтобы у тебя была эта сила от Меня, чтобы тебе иметь это дерзновение, разрушать дела дьявола и разрушать его все замыслы. Когда-то пророк Езекиилю Господь сказал, Он говорит, искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за эту землю, чтобы Я не погубил его и не нашел тогда Господь. Видите, Господь, интересно, тут Он так и подчеркнул, что искал Я не какое-то, может быть, племя, не какое-то колено, искал Я не какую-то группу людей. Может быть, Он мог бы сказать, искал Я, может быть, какое-то общество священников или храмовых служителей. Нет, совсем нет, Господь искал человека. Вот мы смотрим на наши все обстоятельства, и мы иногда так смотрим, вот есть церковь, вот есть организованная церковь со всеми ее исторически сложенными, правильными процессами, структурой и тому подобное. И мы как бы думаем, ну вот пускай Господь начнет действовать в церкви, вот там есть служители, там есть то. И Бог смотрит совсем по-другому, Он смотрит вообще, Он действует вне структур человеческих, Он действует вне деноминации, у Него нету деноминации, у Него нету союзов, у Него нету каких-то объединений, у Него вообще этого нет. Он смотрит на баптистские союзы, на пятидесятнические, на регистрированные, не регистрированные, ассамблеи, не ассамблеи, Он смотрит на все союзы. И он во всех этих местах, во всех церквях, он ищет там человека, он ищет человека, который бы стал бы в пролом, который бы увидел бы нужду, который бы увидел проблему, который бы увидел охлаждение, который бы увидел отступление, который увидел бы падение, и который бы стал бы и сказал, Господь, а я стою в проломе за землю, я стою в проломе не за деноминацию, я стою в проломе не за союз, я стою в проломе даже не за какие-то структуры, Я стою в проломе за души, которые гибнут. Вот эта правильная борьба, когда мы правильно идем с Господом, мы начинаем видеть правильное положение вещей, когда мы ищем того, что Господь ищет. Я думаю, что мы все это понимаем, все это видим, все это осознаем. И вот Господь хочет нас ободрить. Я верю, что Господь сегодня хочет нас ободрить, чтобы мы подняли наши руки, чтобы мы колени наши укрепились, чтобы мы начали больше молиться, больше бодрствовать, искать Господа, потому что спасение Господне, оно приближается. Оно приближается. Смотрите, друзья, мы будем молиться сейчас. Я знаю, что у нас не так много времени. Я хочу, чтобы мы помолились. Я последний такой момент хочу подчеркнуть из Писания, и мы тогда будем молиться. Когда-то Иисус, Он шел по воде. Мы знаем, когда ученики, они были в этой буре, когда волны били, да, и на этом море написано, что ветер был противный, и они, увидев Иисуса, они просто испугались от страха, подумали, что это призрак, и вскричали. И тогда Иисус заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Друзья, Господь с нами, Его присутствие с нами. Возможно, даже, может быть, бури какие-то в жизни человека бывают. Я знаю, что эти бури очень часто сбивают людей, люди опускают руки, и верующие люди, и даже с большим стажем духовным очень часто опускают руки, потому что жизненная борьба, она непроста. Жизненные переживания, они нелегкие. И человек очень часто может опустить руки. Может быть, в жизни были какие-то ошибки, какие-то обстоятельства, и теперь вот это тянется за человеком, и оно все как бы давит и давит и давит. Но Христос говорит, заговорил с ними, заговорил. И я верю, что сегодня Господь хочет говорить с каждым из нас. Сегодня Он хочет заговорить с каждым из нас. И Он хочет ободрить. Он хочет ободрить каждого из нас. Он хочет ободрить, чтобы мы поднялись. Чтобы мы среди этих обстоятельств, среди этой ситуации, чтобы мы подняли нашу веру, нашу голову подняли. Потому что наш Бог, Он действующий. Наш Бог, Он живой. Наш Бог, Он отвечает, братья и сестры. И не важно, что может быть, мы не видим сейчас этого ответа, не важно, что может быть, мы не видим этого, вот иногда мы уже хотим Богу показать, чтобы Он именно так действовал, как мы, как мы себе нарисовали, но не всегда Бог так делает, очень часто Господь по-другому отвечает, но Он отвечает, Он отвечает не так, как мы это хотим. Вот Иаир, Он шел, и Он хотел, чтобы Иисус пришел и исцелил ее дочь, и что Он даже мысль боялся допустить, что она умрет, а вот Господь по-другому действовал, у Бога еще какие-то планы были, не все планы Божьи известны нам, и иногда Господь может по-другому вести нас, непонятными путями, но Бог делает то, что Ему надо делать, Бог делает, но если мы будем верны, если мы будем верить, если мы будем в молитве, братья и сестры, если мы будем пребывать пред Господом, если мы будем тревожить небо, Господь будет отвечать на наши молитвы, Он будет отвечать на наш вопль нашего сердца. Если мы будем стревожить небо, Господь даст свой ответ. Я верю в это глубоко. Бог отвечает сегодня. Бог такой же сегодня, великий, могущественный. Он отвечает на все нужды народа своего, когда мы стоим перед Ним на коленях и мы молимся. Бог не отвечает, когда мы не ищем Его. Всякий раз, когда приходили к Иисусу люди, зная даже, видя этого слепого, ведь Он слепой был. Иисус видел, что Он слепой. С палочкой шел, Его вели. И вот Иисус все равно спрашивает, чего ты хочешь. Приходят прокаженные, Иисус спрашивает, чего вы хотите. И вот всегда Господь хотел, чтобы они сказали. Всегда Он хотел, чтобы они попросили. Нам может быть не до конца это понятно. Почему, зачем, всемогущий, всеведущий Бог. Но Господь, Он всегда хочет, чтобы мы просили, чтобы мы искали, чтобы мы молились, чтобы мы Его умоляли. И вы знаете, есть одна такая важная деталь, когда мы ищем Господа в молитвах. Очень важная деталь, которую я верю, что Господь, Он хочет добиться в сердце каждого из нас. Это наше великое смирение. Человек смиряется в молитве больше, чем в любом другом деле. Хотя бывает и возгордиться может, но вот Господь, Он ведет человека такими обстоятельствами, такими обстоятельствами. И Он ложит на человека дух молитвы, дух молитвы, который ставит человека в сокрушенное, смиренное сердце. И написано, что сокрушенным и смиренным сердцем Бог очень сильно благоволит. И Господь отвечает таким людям. И потому как церковь, я бы так хотел, чтобы мы искали Господа в молитве. Друзья, я вижу, и мое сердце, оно даже стенает, оно скорбит о том, что так мало духа молитвы в народе, так мало вот этого стремления, так мало этой жажды, так мало этого подвязания, так мало этого крика к Господу. С чего желаешь ты сегодня? Чего я желаю сегодня? О чем, когда я становлюсь на колени? О чем я молю, когда меня никто не видит Бога? Что на языке у меня? Что на сердце у меня? Какие нужды я открываю пред Господом? Какие нужды? Может быть, это свои проблемы, может быть, работа, здоровье, еще что-то, какие-то свои обыденные нужды? Может быть, это какие-то другие моменты? Но вот Господь, написано, искал человека. Он искал человека, который бы стал в пролом, который увидел пролом в стене, который увидел вот это поражение. Он встал, и он начал об этом молиться, он начал об этом взывать. Если мы начнем молиться так, если мы начнем искать Господа, если мы будем это делать, братья и сестры, я знаю, Бог будет давать ответы, Он будет давать сильные ответы, потому что Бог готов больше давать нам ответов, чем мы просить. У Него намного больше. Ему принесли 5 хлебов и 2 рыбки всего. 5 хлебов и 2 рыбки. А Он из этого сделал более чем на 5000 человек, накормил. Вот это наша молитва, вот это наша искренняя, вот это наша жажда, вот это наша, Господь, накорми народ Твоей благодатью. Господь, излилит Твой Дух Святой. Напитай, Господь, эту иссохшую землю. Напитай Твоей благодатью. Вот это маленькое, вот это незначительное. Вот это то, что у нас есть, может быть, каких-то 5 хлебов, 2 рыбки. Но когда мы это Господу приносим, когда мы приносим это Господу, начинается происходить умножение, чудо умножения, больше и больше и больше. И тогда Господь будет изливать великую благодать и великую силу. Но если нет этой жажды, если нет этого стремления, если нет этого желания, Господь, как ученики говорят, Господь, отпусти же их. Видите, они переживали, ученики, за народ, что народ голодный, что народ ослабеет. И они не понимали, как Бог будет действовать. Они совсем не понимали. Они думали, что Он отпустит их. Но они переживали за народ. И вот Господь тогда совершает это великое чудо. Вот когда у нас рождается вот это желание, переживание, Господь, я вижу вот этот голод среди народа. Я вижу это состояние ослабления. И я начинаю об этом молиться. И я начинаю об этом тревожить небо, Господь. Я не знаю, как Ты это сделаешь. И мы можем Богу говорить, мы можем рисовать, мы можем представлять. А Бог может совсем по-другому. Но Он ответит на нашу молитву, братья и сестры. Потому что когда Он видит сердце человека, который становится в пролом, тогда Бог обязательно отвечает на эту нужду. Но когда у человека нет этого желания, когда у церкви нет этой жажды, когда так все обыденно, когда так все довольно, разбогател Бога, не имея ни в чем нужды, все как будто бы есть, тогда и Бог не отвечает. Тогда Бог молчит. Потому что у Бога есть духовные законы. Потому что Он ушел с этой земли Иисуса. И Он сказал, а теперь Вы, теперь Вы перед Отцом Моим Небесным, это точно то, что Я, это Вы просите, как Я прошу. И вот если мы не просим, если мы не просим у Господа, тогда Иисус не может ничем помочь. Потому что в принципе Он свою власть передал народу своему. Мы имеем власть Сына Божьего Иисуса Христа. Мы как церковь имеем полную власть Сына Божьего. Много есть мест Писания. Что Вы свяжете на земле, будет связано на небе. Что разрешите, будет разрешено. Кому простите, грехи будут прочны. Кому оставите, будут оставлены. И тому подобное. Можно много мест приводить. Мы как церковь, мы имеем совершенную власть Иисуса Сына Божьего на земле, которую дал, Он Сам нам перепоручил. Если мы не пользуемся этой властью, если мы этой властью не употребляем эту власть, ничего не происходит. Но когда мы имеем эту власть, имеем эту власть Сына Божьего, которую Он нам дал, мы как церковь, мы начинаем употреблять ее правильно. Мы начинаем умолять лицо Божье, потому что Иисус сказал, и Я умолю Отца. И Он пошлет вам Духа Утешителя, который пребудет с вами. Если Ему нужно было умолять Отца, чтобы послал Духа Святого, тем более и нам необходимо умолять Отца Небесного, чтобы Он послал Дух Святой на эту землю. Если мы будем это делать, Господь будет совершать эту работу. Давайте мы склонимся еще, поволимся о том, чтобы Господь действовал, Господь укрепил все колени, которые, может быть, уже дрожат. Руки ослабели.